В нашей студии, как мы и обещали, у нас в гостях начальник отдела экологической безопасности администрации города Краснодара Олег Шаталов. Олег Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам с праздником. Вас. Спасибо. Скажите, как вы считаете, сколько времени нужно, чтобы объяснить каждому важность вопросов экологии, чтобы внедрить экологическое образование в школы, университеты, на предприятия? Ну, знаете, на мой взгляд, это все-таки безграничное время. Это нужно вести постоянную информационную работу, работа именно с населением, с образовательными учреждениями, со школьниками, с вузами, начиная даже с детских садов. На сегодняшний день у нас достаточно активно ведется работа на территории муниципального образования города Краснодар. В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края разработан план мероприятий Года экологии, где даются рекомендации всем муниципальным образованиям города Краснодара и Краснодарского края. Я вот знаю, что в марте только школьники Краснодара собрали 6 тонн муклатуры на конкурсе «Юный эколог». И ученики сочинских школ, например, пустили использованный пластик на цветные горшки из крышек лимонада и жестяных банок. Получается, как выяснилось, отличные сценические костюмы. Но это все равно половина дела только. Нет, знаете, приятная динамика все равно есть на улучшение таких вот мероприятий. Правильно вы сказали, сбор макулатуры. У нас сейчас вот «Юный эколог» в городе Краснодаре активно. Это партийный проект «Единой России». А с чего мы делали такие интересные костюмы? Как вообще, чтобы заинтересовать ребенка, надо, чтобы было что-то очень творческое. Мотивация должна быть для этого мотивация, да. Но если я говорю о макулатуре, то сейчас есть такая возможность, так сказать, посоревноваться между школьниками, между классами, между школами, чтобы тот, кто больше соберет макулатуры, может претендовать на определенный приз. Олег Витальевич, помните, вот я, например, немножко застала советских времен по школьной программе. Мы тоже сдавали макулатуру. И она тогда шла, например, мы, я помню, с бабушкой носили эту макулатуру. Нам давали интересные книги из собрания сочинений, классиков, которые нельзя было купить в то время в обычном магазине. Вот сейчас макулатура эта, на что она идет? Как она перерабатывается? Что в итоге можно получить? Ну, макулатура у нас перерабатывается, как идет на канцелярские вот эти все бумаги. Также личной гигиены, на такие вещи. Картон тоже перерабатывается вторично. То есть мы сохраняем, соответственно, деревья наши, которые, так сказать, активно вырубаются. Вот задача этих предприятий принять участие в сохранении окружающей среды и, соответственно, вторичную переработку использовать эти материалы. Давайте подключим к нашему разговору еще одного интересного спикера. Это координатор проектов экологического движения «Раздельные сборы» Екатерина Шалунова из Санкт-Петербурга. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо, что присоединяетесь к нашему прямому эфиру на телеканале «Кубань-24». Мы знаем, что вашему проекту уже пять лет. Вот что именно он из себя представляет? Он из себя представляет такие просветительские акции по сбору вторичного сырья у населения. Изначально это был проект, который не имел четких целей. Просто людям хотелось собраться вторсырье и сдать его. Потому что одному человеку сдать пластиковую бутылку пять лет назад было совершенно невозможно. Просто не было ни одного пункта приема вторсырья. А с чего вы начинали, Екатерина? С чего вы начинали? Это были какие-то, помимо, естественно, просветительских каких-то листовок, быть может, или, не знаю, допустим, каких-то рекламных роликов на радио, стояли какие-то баки в Питере? Может быть, это был какой-то отдельный район? Как вообще все начиналось? Это был вообще, скажем так, временный пункт. Просто мы договаривались с компанией-приемщиком. Они предоставляли там свой транспорт. Буквально там на несколько часов ставили на улице в определенной точке пункт, точнее, бак для сбора вторсырья. Мы собирали туда пластиковые бутылки. По окончании этого мероприятия они забирали бак и отвозили его к себе на переработку. То есть это было самое-самое такое начало. Сейчас, конечно, все выглядит совсем по-другому. Уже 10 фракций, 23 точки в городе. Происходит это один раз в месяц. Ну, буквально в течение нескольких часов. Вот 4 тысячи человек примерно. Кать, ну как вы делаете? Вы ставите раздельные баки, пластик, стекло, бумага? Да-да-да. Причем пластик, разные виды пластика. Согласно маркировке, там отделяем пленку от пластиковых бутылок. Там отдельно крышечки или что-то еще, стекло, соответственно, макулатура. А люди с удовольствием принимают участие в этой акции? С удовольствием бросают пластиковые бутылки в отдел для пластиковых бутылок? Да-да. Бумагу к бумаге? Мы отмечаем, что люди туда приходят, причем приходят туда с семьями, с детьми, в каком-то степени. Люди приходят увидеть других людей, которые тоже хотят отправлять свое вторсырье в переработку. Таким образом, они позитивные какие-то моменты испытывают. Кать, скажите, а сколько примерно времени потребовалось, чтобы приучить питерцев к такому раздельному выбросу мусора? Я думаю, что на самом деле нисколько не требовалось времени, чтобы приучить. Просто задача в этом не стояла. Задача, с одной стороны, продемонстрировать, дать такую возможность людям. То есть нужно было просто сказать, смотрите, мы это делаем там-то и там-то. Приходите там, можно прийти во столько-то. И люди приходили. То есть мы не ставим себе целью убедить, что это правильно. Мы и так думаем, мы все думаем, что это правильно, что это самый лучший способ обращения с отходами. Поэтому тут не стоит весь вопрос, делать или не делать. Другой вопрос, что мы стремимся, чтобы не только мы этим занимались один раз в месяц в течение нескольких часов, но и бизнес к этому подключался, чтобы они устанавливали как раз накопители. Так подключается бизнес, Кать? Кать, в итоге бизнес подключается, устанавливаются вот эти отдельные баки? Буквально последние пару лет мы наблюдаем именно такое активное развитие самой инфраструктуры стационарной в городе потихонечку. То одна компания пробует свои силы, потихонечку расширяется в одном районе города, допустим, другой формат какой-то выбирает. Кто-то ставит у дома, кто-то ставит, например, в местах торговли, где торговые центры. Кать, и до чего вы хотите, чтобы в итоге как ваш проект выглядел? Мы хотим быть, скажем, экспертами в этой области, чтобы мы не проводили акции по сбору торговых сырья, но мы бы, допустим, информировали бы людей, взаимодействовали бы с органами власти, рассказывали им, как лучше это делать, как сделать так, чтобы это лучшим образом работало, чтобы больше в торговые сырья вовлекалось. Спасибо вам большое. Мы сейчас знаем. Спасибо вам большое. Напомню, что с нами в эфире только что была координатор проектов экологического движения «Раздельный сбор» Екатерина Шалунова из Санкт-Петербурга. Хороший опыт, Олег Витальевич. Я два года назад, если Катерина, разговаривал, мне хотелось поехать в Санкт-Петербург. Было всероссийское мероприятие, но мне не получилось поехать по определенным обстоятельствам. Но знаю, да, это очень положительные примеры, когда именно это от населения исходит, то, что оно и должно быть. Потому что на сегодняшний день как-то больше всего складываются отношения в том, что власти должны заниматься уборкой территории. Ну, у нас такая национальная черта во всю власть включается. Ну, и у нас в городе Краснодаре тоже есть положительные примеры. Мы проводили субботники, мероприятия, также приглашали бизнес. Бизнес с удовольствием участвует? С удовольствием приезжали и на субботники организовывали сбор отходов, сортировали. То же самое и бумагу, и пластик, и покрышки, и опасные отходы выставились. У нас же вообще в крае принята программа до 2030 года. Там программа разделена на три этапа по сбору мусора, по утилизации опасных отходов. Это отдельная такая большая программа, мы говорили об этом в одном из наших эфиров. Сейчас и указ президента тоже экологическое в апреле месяце вышел. Здесь такая активно подняты вопросы, где есть над чем поработать. А вы сами дома? До 2025 года. До 2025 года эта программа. А вы сами дома тоже заставляете своих домочадцев сортировать мусор? Я собираю, на те фракции, которые можно сейчас сортировать. Естественно, не так активно, как Екатерина рассказывала по разделению. А как вы жене подписали одно ведро пластик, другое ведро бумага? Нет, мы только собираем батарейки, лампочки, а пластик сегодня у нас обычно... Пока жена еще бросает в общий бак. А какие мероприятия вот еще край проводит для просвещения, в смысле город, для просвещения жителей об экологической безопасности? Вот может быть вы как-то... На территории Краснодарского края в каждом муниципальном образовании проводится такая работа. Что в Краснодаре делается? В Краснодаре у нас, согласованно с департаментом образования, есть план мероприятий. На сегодняшний год запланировано более 280 мероприятий в образовательных учреждениях. Также и в плане мероприятий, который утвержден Министерством природных ресурсов Краснодарского края, те большие праздники, всероссийские субботники, у нас это запланировано. Ну что в ближайшее время состоится для того, чтобы люди, которые смотрят нас, знали, что вот в такой-то район, в такой-то час, в такое-то время нести свои... Мы на День эколога планируем тоже... Это 5 июня, насколько я понял. 5 июня, да. Мы сейчас прорабатываем, где будет проходить. Ежегодно он проходит в Чистяковской роще, там где мастер-классы. Мы приглашаем детей, родителей активно принимать в этом участие. На этот год мы в ближайшее время это сообщим. А завтра в городе Краснодаре, в Консомольском микрорайоне, к примеру, тоже общественники проводят... Вот ваша камера... В Народном парке проводят экологический... Год эколога проводят мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, уборкой мусора, прилегающей территории. Также будет сбор опасных отходов. Во сколько мероприятия начинайте? С 10 утра до 20.00. Так что жители города могут с удовольствием прийти, поучаствовать, приводить детей, быть поближе к природе, воспитывать, сознание. Юных экологов. Да, обязательно. Спасибо вам большое. Низкий поклон за ту правильную и нужную работу, которую вы делаете еще раз с праздником. Напомню, у нас в гостях был начальник отдела экологической безопасности администрации Краснодара Олег Шаталов.